Всем привет снова, здравствуйте, The Brush Семерочка, погнали разбираться как сделать машину в зебре. Очень мало информации по этому поводу, никто не рассказывает что да как, будем экспериментировать. То что можно, то что я понял. Давайте разбираться как делать машину. Варианты, опять же все по простому, в плане образования. Откроем куб, Edit, Edit, Shift, левая кнопка мыши выравниваем, X, смотрим где симметрия и поворачиваем куб. Нам это нужно будет, чтобы потом работать с зеркалкой. Следом делаем Make Polymesh, поворачиваем чуть боком, заходим в Geometry, жмем Size. Немножко все это дело можно сплюснуть, вот так вот, и сделать всему этому Dynamesh. Сделаем еще Ctrl-D и D-Low удалим. Теперь заходим в Ctrl-Shift и вставим клип в циркул вот этот вот. И попробуем все это дело прикольно обрезать. Режем где-то вот так вот. Все классно, все офигенно. Теперь Size. И возвращаем вот это все дело назад, в исходное положение. Следом, что можно сделать? Ставим модель именно вот так нам лицом. И опять же попробуем все это дело вот так вот обрезать. Чтобы все это было мягенько. Вот таким вот образом. Следом, ставим маску и маской все это дело вот так вот маскируем. Делаем Mof и вот так вот все это дело вытянем. Сделаем пошире. Ну вот что-то вот такое должно получиться. Снимаем маску, делаем всему этому Dynamesh. Следом все это дело опять обрежем. Именно вот эту заднюю часть. Вот так вот. Делаем Ctrl-W, одну полигруппу. Так, передок уже симпатичный, но нужно с ним еще немножко поработать. Давайте немножко вот так это все дело боком поставим. И поставим вот эту Trim Curve полосу. Жмем Alt, жмем Alt. И вот так все это попробуем обрезать. Именно наискось. Вот что-то такое должно получиться. Еще немножко поэкспериментируем. Ctrl-Alt, Ctrl-Alt, загибаем. И Ctrl-Alt вводим в бок. Вот так вот. Поработаем немножко с Shift-ом. Вот уже прикольно. Также можно все это дело опять же сделать Dynamesh. Modify the Poljam, Mirror and Well. Ну, в принципе, ничего так. Пойдет заготовка нормальная. Теперь сделаем вот этому всему polish. с деформацией. Чтобы все было мягенько, гладко. Так. Следующий вариант. Ставим вот так. Ставим теперь Mask Curve. и с помощью Alt вот так вот маскируем. Переключаемся теперь на Mask N и вот так вот верхнюю часть вот эту всю Ctrl-Alt. Жмем Ctrl-I и вот эту часть Moff вводим вглубь. Вот что-то в таком духе. Снимаем маску. Заходим опять же в Geometry и жмем Mirror and Well. Вот уже прикольно получилось что-то у нас. Теперь нужно все это дело вытянуть. Делаем Size и попробуем и попробуем все это дело вытянуть. Вот так вот. Следом работаем опять же с маской. Нужно красиво нарисовать глаза в машине. Да, кстати, можно уменьшать и Ctrl-Alt немножко вот так все это дело корректируем. Жмем Ctrl-I и это дело все уводим вглубь. Теперь жмем в Deformations и Polish все, чтобы было мягко. И теперь в Geometry Modify и положим Mirror and Well. Ну, ничего так уже симпатично. Следом что можно сделать? Вот этой модели все и делаем дубликат. Все, пусть повисит пока дубликат. Он нам потом пригодится. Следом добавляем Append и добавляем цилиндр. Переключаемся на цилиндр. с помощью ротации все это дело перекручиваем и с помощью Moff вот так вот опускаем вот до этого уровня. Следом заходим в Geometry жмем Size и вот так все это дело чуть-чуть уменьшаем. с помощью Moff передвигаем. Смотрим как установилось и можно ее немножко завести вглубь. Вот где-то вот так вот. Все, теперь этому всему делаем Dynamesh в смысле цилиндру. Смотрим что тут как произошло. Следом заходим поднимаем эту модель кверху ставим на вычитание переключаемся на корпус делаем Ctrl Double корпусу и в геометре сделаем корпусу Dynamesh. Делаем теперь Merge Down OK и снимаем маску Ctrl левая кнопка мыши. Вот произведено вычитание все прикольно Ctrl W теперь в геометре делаем Modified Apology Mirror Enval. Вот такой передок уже получился. Уже прикольно, уже классно. Так, следом что нам нужно? Кстати, делать можно как угодно, подрезки разные, можно даже где-то лепкой проработать. Ну вот теперь давайте поработаем вот с этой частью. сделаем еще один дубликат его отключим и попробуем немножко поработать резкой. Вот это делаем Move приподнимаем делаем прозрачность вот так вот и поработаем опять же резкой. Ставим Trim Rect Quadrat делаем вот так обрезку и ставим Clip Circle Pardon Clip Circle не покатит. Ставим тогда Trim Curve полосу. Ctrl Shift Alt Ctrl Shift Alt Делаем обрезку. Geometry Mirror and Well Вот такая штука получается. Это будет у нас капот. Теперь следом что можно сделать а следом можно теперь попробовать или вычитание или опять же продолжаем точно так же делать. Делаем Ctrl W и делаем Dynamesh вот таким образом поработать. Ctrl I жмем даже Ctrl I вот так вот и с помощью MOV или ротации лучше пока вот так все это дело подгоняем и с помощью MOV приподнимаем вот так снимаем маску и жмем Mirror and Well с помощью MOV чуть-чуть уводим вперед и делаем усадку. Ну ничего так с полосой получилось классный классный капот. Следом можно опять же замаскировать вот так вот это все делаем и с помощью MOV вот так все это вытянуть. Опять же Mirror and Well вот так вот с помощью MOV CTRL Z опять же маскируем с помощью MOV можно вытянуть чуть вбок вот так вот опять же немножко увести и сделать Mirror and Well чтобы капот был вот теперь с другой полосой. Так теперь делаем всему этому Dynamase Ctrl W и делаем Dynamase крыльями ну что теперь поработаем над крыльями крыло можно делать Append сфера на нее переключаемся с помощью MOV подставляем вот сюда в геометре делаем Size поменьше выравниваем и все это дело можно так подогнать с помощью MOV можно чуть чуть это дело растянуть и вот так это все установить вот где-то таким образом и увести немножко вглубь ну вот где-то вот так опять же делаем обрезку Trim Rect вот что-то в таком духе вот можно крыло уже смоделировать именно со сферы есть другой вариант удаляем все это дело ок ставим маску круглую и вот так все это дело маскируем вот вот так вот следом все это дело чуть подчищаем вот в таком духе смотрим как у нас маска спроецировалась жмем жмем ctrl и и с помощью move вот в таком духе все это уводим делаем деформацию polish вот так вот вернемся немножко на шаг и попробуем немножко все это дело перекрутить ротации и с помощью move вот так все это дело сделаем потоньше вот вот так будет наверное лучше делаем polish с помощью кисти Moft Apology подкорректируем вот так вот ctrl z ctrl z alt смотрим чтобы фара у нас не отпечаталась на крыло замаскируем вот так вот и немножко ctrl alt все это дело подчистим а вот здесь можно немножко ее уменьшить вот так вот жмем move и поработаем вытягиванием вот так вот следом жмем ротацию и вот так вот чуть-чуть уменьшаем снимаем маску делаем polish и все прикольно делаем всему этому дай на мэш сначала делаем ctrl w и делаем дай нам и делаем modifed apology mirror and well ну вот что-то в таком духе капот вот где-то так начинает выглядеть ну нам теперь нужен же бампер правильно вот для этого нам понадобится опять дубликат и этому дубликату еще сделаем дубликат на всякий случай пусть висит теперь на него переключаемся жмем move и вот так все это дело вытягиваем ставим немножко вперед вот вот так было бы еще классно и немножко маскируем и с помощью move вот так все это дело вытягиваем с помощью ротации немножко можно покрутить и с помощью move вот так вот немножко это все дело закруглить вот такое что-то получается снимаем маску делаем геометрии дайна мэш выравниваем все это дело и давайте все обрежем режем вот так ставим теперь трим курв заебало блин и вот теперь трим циркл круг ставим и вот так постараемся все это дело обрезать ничего так прикольно теперь делаем модифит опол же мира and well так бампер прикольный но нужно его немножко округлить ставим чуть-чуть вот так вот боком делаем мир and well и делаем деформацию делаем polish следом делаем геометри дайна мэш вот такой прикольный получается бампер следом мы его немножко подровняем вот так вот где-то и поработаем теперь маской только круглой вот так вот жмем control и заднюю часть тоже немножко вот так вот замаскируем и с помощью move немножко уведем давайте посмотрим как он будет выглядеть если мы его можем поднять ну вообще красота и с помощью ротации control Z и с помощью ротации можно его немножко вот так вот подкорректировать делаем всему этому опять же в деформации polish вот уже прикольно и делаем теперь в геометрии мира N12 вот такая штука получается бампер прикольный вид становится более менее агрессивный ну и попробуем немножко наверное покрутить все это дело совсем чуть-чуть вот так вот и с помощью move чуть-чуть уведем вот так вот снимаем маску опять же деформация polish и делаем опять же мира N12 все теперь можно сделать вычитание здесь под решетку нарисовать допустим под фары или допустим Ctrl D делаем Dynamesh добавим Ctrl D и уже здесь можно заниматься вычитанием вот такая прикольная получается штукенция вот эту часть потом можно продлить или сгладить даже попробуем сейчас ее вот так вот именно обрезать во вообще классно все зашибись опять Ctrl W и Dynamesh Modify Apology Mirror N12 ну все теперь можно с бампером начинать работать делать его более менее с пустотами или выбрать их можно нарисовать давайте попробуем нарисовать делаем Ctrl E и с помощью MOV давайте все это дело уведем вглубь можно даже побольше Mirror and well ну а здесь повесим номер давайте кстати нарисуем еще для номера место вот так вот чуть-чуть пониже и вот таким вот образом ставим маску жмем Ctrl E и с помощью MOV вот так все это делаем и с помощью ротации немножко сделаем ее поровнее лишнее обрезать Ctrl W и опять же Mirror and Well дай дай мэш и немножко вытянем опять же делаем зеркалку вот такой перед машиной у нас получился давайте посмотрим что тут да так вот так он будет выглядеть уже агрессивно уже классно здесь теперь выберем под двигатель вот так вот с конусом сделаем и потом уже будем делать кабину все всем пока до свидания